друзья привет была просьба показать как я рисую вообще как рисовать блики у меня вот есть один из старых приходов которые пока не задействованы мы будем рисовать блики вот на этом глазике как раз он нужен нам что нам для этого нужно вообще как работает блик чтобы вы понимали работаем строго в одном состоянии если у нас есть более темный фон на котором блеск будет виден вот сейчас видите есть тут высветление не было достаточно грубая кстати надо его поправить чтобы было на более плавно сейчас он про правил глазе ручку сделаем до легкую и так нам нужно нанести блик битера сам глаз у нас сейчас минуту кисточка грязная вот бывает такой у меня недостаток что я забываю иногда помыть кисточки начните головняк и так сам глаз достаточно темный чтобы блик на этом глазе играл еще больше во первых во вторых то что находится внутри нам надо добавить вот здесь темноты вот этой стороны еще больше давайте это сделаем мы это сделаем например черным цвет где у нас черный куда черный вот black я добавлю в бордовой да немножко черного самую малость и сначала мы выделим темным цветом вот эту вот область более темное сделаем виде да раз потому что тень от нее глаз в глубине в глазницы до тень на нее падает можем взять теперь чисто черный и сделать вот такую вот окантовку показав тем самым максимальную тень сейчас мы немножко размоем сам глаз как будто бы вот будет в тени в пол мы это сейчас и сделаем добавим теперь чисто бордового чтобы у нас совсем жутким не был мы сейчас подготавливаем с вами базу для блика чтобы у нас смотрелся замечательно то что я делаю с самой глазницей это большого отношения к блику не имеет да просто пока он сохнет краска я дорабатываю и так вот у нас есть база теперь теперь мы нанесем основу блика поскольку у нас сам глаз красно-бортовый да что нам нужно нам нужно взять основу вот этого бордового которые делал добавить туда немножко белого цвета смотрите что делаем выбранном месте например вот здесь будет наш блик мы пока наносим светлым пятном вот такой вот байду посмотрите тоненькими точечками такими не спеша можно потом уже смыть кисточку и чистой кисточкой подразмыть вообще все это пятно это база блика добавляя в этот бордовый еще белый уменьшая площадь мы вот в это образовавшая пятнышко наши до уменьшая площадь наносим более светлое пятно и и так же краям его размывая потихоньку смотрите да так кисточка у меня грязная зараза таки сейчас свет ну так вот таким образом если вы видели да он в нашем случае он не резкий блик да он такой размывается вот сейчас он уже светится и в принципе если вас устраивает вот это свечение блик вот это его может таким оставить мы же берем еще больше белого третье высветление делаем еще более белый если надо подразмыть чтобы плавность была не стесняйтесь брать базовые бордовый до смешивайте немножко со светлым с любым это у нас белый да вот тут здесь у меня за я знаю смотрите беру теперь чисто бордовый даже очень жидкий и немножко его подмываю блик работает уже работает видите да теперь я для большей не знаю контрастности просто сейчас акрил подсядет минут через 15 начнет высыхать совсем да и будет бледнеть ваш блик потемнеет в центр я чисто белый беру вот чисто белый на кончике кисточки и добавляю в центр потом смываю кисть и вот эту точку тоже тихонечко размываю не надо спешить с этим аккуратненько и вот ваш блик работает создается впечатление что у нас реально выпуклый шар в глазнице как вы видите да в принципе все что мы еще можем здесь усилить чтобы наш глазик казался еще более выпуклым мы возьмем немножко белого и бордового и вот здесь вот тоже сделаем блик я рисую такими штришками черточками вы можете рисовать сразу набитая рука может вот так вот сразу вести если вы будете учиться в школе художественной да вас за такие штрихи как я делаю просто будут так гонять что вам будет плохо поэтому сразу поскольку я не учился в художественной школе я это делаю любой профессиональный художник его из них выбивает этот стиль черкой черка с черточками рисовать штришками на меня не смотрите лучше слушать то что я говорю итак вот мы дали немножко в крае да по краю тоже и легкими такими движениями размываем как размывать я уже говорил берешь смываешь кисть да и влажной кистью но чистой размываешь свою красочку которую ты на уже накидал туда можно вот так вот смыть вообще промывку сделать смотрите да и ваш блик стал нежным таким теперь вот наверно может быть еще сильнее это как бы вот то что я сейчас делаю это никакого отношения к блику который мы первоначально рисовали не имеет он не усилит его никак это я уже так выпендрюсь пока сохнет так вот здесь вот я уже на выпендривался и глаз у меня уже не круглый получился поэтому я поправляю хочу хочу сделать его более объемным и вокруг добавлю черным цветом как тень вот теперь на вас смотрит достаточно живой глаз вот как вы видите вот как работает блик самый простой если у вас есть какие-то вопросы еще в принципе можем обсудить но пока я сейчас пока раз уже взялся за этот глазик я кое-что сделаю я по-моему на патреоне показывал как рисовать эти блики сейчас не помню если честно с красками со всеми делами можете посмотреть если кому-то уж сильно захочется так теперь я возьму желтого цвета добавлю желтый в бордовый наш и с этой стороны я тоже сделаю небольшой блик ему вот так вот так ну это не очень красиво теперь надо я думаю взять просто красный чуть-чуть просто красного алого такого добавим так вот а уж поверх него немножко желтезные оживим глазик наш так еще красненького так еще красненького еще желтенького ну вот уже другое дело как вы видите блик заработал здесь немного я думаю трещину нарисовать на кости все ну что касается блика что еще сказать про него по технике все остальные блики рисуются примерно так же то есть у вас необходимо сделать простую вещь от более темного более светлого уменьшая площадь то есть я что ну можем посмотреть например вот этого морти как сделал него глаз да все то же самое ведь например этот или вот этот или вот этот все тоже самое что у нас по поводу бликов разговор одинаковые везде примерно все ребят если будут вопросы пишите